так что до встречи в одессе с утра что же господа среди попытки удостоверился что действительно надо делать операцию ну все сделали операцию желчный пузырик удалили зовут вова как-то не нашел сразу так я фоточку выставил на на просто смотрю обновляю лента свершая в одессе я смотрю места тебе типа не нужна помощь и были мы в одессу 615 макдональдс чушь друзья иду забирать свою машинку машинка немножко уже старая двухтысячного года ее нужно также как и старый пароход иногда 100 ставить в драйдок в общем первый раз за всю жизнь пришлось очень сильно не вложиться перекрасить черный цвет сейчас посмотрим что из этого получилось ну так она тоже разваливалась как последний раз когда в закарпатье ездил то генератор пришлось менять аккумуляторы все эти покрышки новые короче полный беспредел старая и старая сейчас я думаю она очень хорошо преобразилась последием она выглядела немножко раньше и сейчас мы будем встречать новую машинку нужно через пару лет еще ложится а дальше уже электромобили пойдут будем электромобиль покупать дома я не механик есть другие люди более умелые в этом деле гаражный ремонт посмотрим что это такое финальный штрих черненькая этого человека я уже не видел сколько неделю снимает макдональдс найди посреди нормально этого человека не вижу что зрение уже все смотри как впечатление мне не понравится мне диски больше всего нравится забери чемодан я так неплохо внутри конечно сарай надо переделывать так вас пешочком дойдете спортсмены все красавчик вот сегодня наконец у меня пошло движение вчера прошел как бы уже получилась четвертая организация но вернулся я откуда и начинал свой альма-матер вчера прошел собеседование с супердендантом из сингапура жалко его не записал было классно по телефону он меня просто спрашивал проблемы этого парохода на который меня берут я отвечал не видя парохода полчаса был удовлетворен моим ответом и поэтому меня утвердили на этот пароходик пароходик новый чего я хотел не такой большой шесть раз меньше чем предыдущий зато новый я сейчас стремлюсь только на новое поэтому все закрутилось завертелось вот сейчас прибежал домой взял билеты через четыре часа уезжая в одессу там прохожу кучу курсов медкомиссии возвращались домой в пятницу беру чемодан снова понедельник в одессу и на пароход во францию пока что такая программа так что понеслась следующее включение на вокзале с вокзала завтра здравствуй одесса медкомиссия и курсы ну что ж погнали вагончик люкс сделаем обзор небольшой пока никого нет все красота завтра приезжаем в одессу и начинаю свои похождения на на курсы не знаю по моему 56 и потом еще по интернету что 12 сдавать так что до встречи в одессе с утра по старой привычке все документы сюда рановато я высадился в одессе надо еще три часа убить до медкомиссии жу по утренней одессе так товарищи вот подписывайтесь в инстаграм встретил сегодня подписчик зовут вова как-то не нашел сразу так я фоточку выставил на просто смотрю обновляю лента свершая в одессе я смотрю места теперь типа не нужна помощь я могу тебя на машинке подвести и как раз хороша ложка к обеду не от проблемы наметились и вова меня тут по одессе быстренько ой-ой-ой пузом сели ну давай расскажи чуть-чуть про себя пока едешь на москву тематику что-то море отношения не имел но решил как бы связать себя с морем потому что перспективы здесь я не вижу что учусь получаю какие-то знания сейчас прохожу в практику на боксере в одесском порту сказать что практика какая-то интересная информативная как наверное все начинали это да ничего интересного чистки уборки в общем сертификате кинокурсы на находил получил картики главное есть приятно было когда получил первый сертификат по бжс были какие-то приятные эмоции затем дальше 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 что хотелось бы сказать изначально для меня это было что-то такое недостижимое но когда я начал заниматься пошел на эти курсы все стало реально поэтому если кто хочет и боится просто начните делать это не так сложно как кажется но лично как думал я думаю что это ну это прям нереально все реально все как говорят глаза боятся рука глаза боятся руки делаю действительное это так а 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 мисловой набери посевского это верянскую пиццу из потом я еду обратно в гостиницу но вова пожелающими развитию канала подписывайтесь на дневник малька на самом деле очень blood грамотный годный контент не знаю развивайтесь начинайте учиться уже учить английский Действуйте, не сидите с наши руки, все получится. Всем здоровья, всем успехом. Преодолевайте препятствия. У меня их, кстати, тоже подтвердит, что у меня их тоже много. Спасибо. Всем удачи, пока. Мое путешествие продолжается в гостинице. Поднесли мне завтрак с утреца. Сейчас еду на двухдневные курсы, а потом меня подкосила медкомиссия. Дальше увидишь, что со мной произойдет. Надо кое-что отрезать первый раз в жизни. Второй день в Одессе. Сегодня погода, конечно, получше, чем вчера, потому что вчера был дождь и холод. Стою я рядом с отельчиком «Бумеранг», где и провел эти два дня. Сейчас еду на курсы изучать. Главный двигатель с электронным впрыском. Вечерком на поезд и вперед устраняйте свою проблему. Потом обратно вернусь в Одессу. Сейчас жду такси. Вот, скорее всего, оно и есть. Мое такси. Субтитры сделал DimaTorzok Большое обеденный перерыв на курсах. Иду пообедать. Потом возвращаюсь. Все это дело заканчиваем. И вечерком на поезд. Дальше. Спасибо. Вот встретил еще одного подписчика. Пожелаешь вам беду? Ну, что пожелаешь? Все было хорошо в вашей жизни, чтобы все получалось. Пока что трудности у меня в жизни преодолеются. У меня тоже трудности у меня в жизни. Преодолеемся. Это вовлог выйдет, да? Добрался до Киева. Киев нас встречает снегом и небольшим морозом. Ну, что меня здесь ждет, я и сам не знаю. Еще проведу дополнительные тесты. А потом уже приму единственное правильное решение. Так что вперед. Жизнь сама подскажет, что делать. Ну, пока что делаю перепроверочку анализа, потому что не доверяю я всем этим медкомиссиям. Надо три раза перепровериться. Вот первый пункт на взлетении заехал. И сегодня еще в два и завтра в один. Что ж, господа, с третьей попытки удостоверился, что действительно надо делать операцию. Что сказать? Все, что делается, все к лучшему. Поэтому морально уже готов. Так что следующее включение будет из больницы, наверное. Посмотрим, как это все пройдет. Потом реабилитация. Состояние пациентов. Миллион долларов. Тогда будем оперировать. Так, ну все, сделали операцию. Чис, чис. Желчный пузырик удалили. Только что с пылу, с жару вот оклемаюсь. А потом дальше. Экзамены, тесты. И моя мечта должна осуществиться. Так что преодолеваем трудности. Кто там писал, что типа у моряков проблемы в семейной жизни, жены. Вот жена со мной постоянно. Так что до встречи дальше. Ну что ж, ребятки. Второй день уже в форме. Все, хожу. Завтра буду выписываться. Потом еще немножко посижу дома. Недельку, 10 дней. И снова в Одессу по той же программе. Это моя обитель. Кроватка с неизменными атрибутами. Ноутбук, телефон, наушнички. Ну, эту штучку вы знаете. Я беру ее с собой в рейс постоянно. Очень приличный госпиталь. Так выглядит палата на трех человек. Военный госпиталь пограничной службы Украины. Красота. Покидаем стены этого заведения. Все, господа. Прошло сколько? Два дня. Я уже как огурчик хожу. Сделали три точечки. Вырезал. Теперь звоню в Одессу. Чтобы медкомиссию отправили в компанию. Сейчас в ускоренном темпе прохожу. Сдаю эти, как они, тесты по интернету. Потом снова еду в Одессу. Еще три теста сдаю. А потом, дай бог, и на проходик. Не знаю, в Америку или в Европу. Куда-нибудь далечу. Это содержимое моего желчного пузыря. Было, вообще-то, пять камней. И куча мелких. Один рассыпался. Размер по сравнению со спичкой. Ну, все, что делается, все к лучшему. Потому что хирург сказал, если они перекрывают протоки, то боль сопоставимая, как будто ты рожаешь. Ну, если умножить еще на три. Так что, вот так. Если бы это случилось в океане, то вертолетик бы стоил немножко очень дорого. Тоже там миллион долларов. Это, господа, первое марта выдался такой. Сашок, доброе утро. Ты выходишь? Да. Ну, давай, а то я тут еле припарковался. Вообще кошмар. По колено снега. Давай, жду. Смотрите, что творится на улице, господа. Первое марта насыпало снега по пояс. Ну, вкратце расскажу о себе. До этого, вы видели, пришлось ради рейса даже удалить желчный пузырь. Ну, все это быстро у меня. Буквально через четыре дня я забыл, что была какая-то операция. Но этот пароходик новый, на который я проходил собеседование, очень успешно. Не стал меня ждать. Ну, понятно, что не стал. Мог бы подождать дальше на Багамских островах. Но компашка решила от меня отказаться. Потому что очень страшное слово операция. Теперь ждет меня другой пароход. Может быть, тоже новый, но большой. Ну, посмотрим. И в этот момент, пока я уже должен был быть, сколько, неделю назад, как в море, звонят моему сыну из Одессы. И, в общем, предлагают работу на газовозике. Причем под флагом Франции. Порт приписки Марсель. Стармех, француз. Четвертый механик, который он будет менять в француз. Не третьим едет, четвертым. Не важно. Зато, самое главное, контракт три месяца. Зарплатка больше. Там только один русский, второй механик. Литовцы, филиппинцы, французы. Это, конечно, интересно. Ну, как, оно интересно со стороны. А когда едешь сам, то, конечно, немножко стрёмно. Вот сейчас везу его на вокзал вместе с Леной. Они едут в Одессу в такую погоду, не знаю, какая погода в Одессе. И потом проходит медкомиссию. Надеюсь, успешнее, так как я. И летит 8 марта в Доминиканскую республику. Посмотрим по глобусу, где это. Жду их. А вот и герои нашего сюжета. Саня, что так долго? Сейчас опоздаемся. В смысле? Говоришь, 8.15. Нет, а каких 8? 8. 8.15. А автобус во сколько отходит? 8.45. Ну, так смотри, какая дорога. Молодец без нас не увидит. Может быть, забираем. Лена, привет. Здравствуйте. Я думаю, по такой погоде мы будем ехать дольше, чем... Ну, так я же про что и говорю. Нет, дольше, чем 6 часов. А, главное, чтобы мы сейчас доехали вообще. Не довез я их до автобуса, даже до метро. Смотрите, какая пробка вообще. Кошмар, кошмар. А такого не было вообще всю зиму. Хоть бы успели на автобус. Думаю, опоздают на автобус. Поедет себе на поезде вечером. Забежал Сашок с Леной до автовокзала. Молодцы. Не знаю, как-то каким-то образом доехали в метро за 10 минут. Но все равно автобус отменили на час 15. Так что повезло им вдвойне. Дорога, видимо, это трасса Одесса-Киев перекрыта. Точно по шею снега. Не, не попал. Асту, Лена, расскажи, чем ты сегодня занимаешься, чем ты занималась и вообще, где ты находишься? Ничего, стоим на Выдубичах, пытаемся уехать в Одессу. Сначала на полтора часа, да, задержали рейс, на час пятнадцать, а теперь еще на двадцать минут. Ну а сколько ты утром проснулась? Я в шесть утра, потому что кто-то вчера принимал душ и взрасходовал всю горячую воду. Мне пришлось встать в шесть утра, чтобы помыть волосы. Черт, побери. Никодей, Саша. Вообще, у нас должен был быть автобус 8.45. 8.45. Папа нас встретил на машине 8.20. Мы благополучно проехали... Один дом и вышли. Десять метров, вышли и пошли пешком к метро, потому что все в снегу. Дорогу за мной, кошмар. И снова рейс отложили, 20 минут. С 10 на 10.20. Нет, если еще будут откладывать рейс, я не знаю даже, какой нам... Лена успеет съесть все твои... Все твои орешки. Я вот взял себе чипсы, боюсь. Поедем потом в ночное место, что? Вот мы и добрались. Лена. Да. А, почему, вспышка опять сработала, у меня будут глаза красные, как вампиры. В прошлом разе она тоже сработала, как-то меня записывала в кафе в Одессе. У меня строчки широкие. К сожалению, два верхних места. Но в нашем случае спасибо, что хоть доедем. Все, в 6.15 встали на Новый Десе. В 6.15. Зашли с Леной в Макдональдс. Так снимай Одессу, а не меня. Ты это и есть Одесса. Одесса в твоем сердце. Зашли в Макдональдс, взяли Лене в чашечку кофе. Я ее спрашиваю, может тебе овсянки купить, там, 20 гривен. Она говорит, у меня с собой. Она, значит, вчера запарила себе овсянку. Сидела ложечкой и ела. Мне не нравится овсянка в Макдональдс. Она, говоря, это не такая. А ты тоже молодец. Кровь сдавать, УЗИ делать, наелся. Я не наелся, я всего лишь один дабл фреш МакМаффин съел. И пошел, почистил зубы. Умылся в уборной. Я тоже. Почему люди так реагируют, когда кто-то чистит зубы в туалете? Может, ты прям в самом туалете чистил? Я бы тоже как-то так нестандартно отрелил. Так даже если я в самом туалете чистила, никто бы меня не видел. Так стою и чищу. Может, дверь открыла и прям черпаешь снизу. Девушка на меня смотрит, говорит, будто я дикая какая-то. Дикость была бы, если бы я с нечищенными зубами ходила. А так все хорошо. Я люблю, что чисть, что не чисть, уже ничего не поможет. Да ладно. У меня хорошие, здоровые зубы. Один кривой. До встречи. Покашляю еще. В медваре вместо я получил свои листики по медкомиссии без 15.3. А мне сказали, что два часа нужно прийти, будут вызывать. И меня почему-то вызвали самым последним. Хотя я сдал самый первый. Лена мне говорила, что вот ты положил свою папочку, на нее еще миллион папочек, а потом так, с обратной стороны, наверное, разумеет. Прошла медкомиссия еще в пол-11. Да, в 11. Позвонил, поехал в контору. Там автобусы в рейс. Насчет роба. Сказали, что в этот раз его выбрать с собой не нужно, и его выдадут на сумму. Единственное, что нужно с собой взять, это офицерскую форму. С которой я благополучно два года назад, как взял, так и распрощался сразу. Я просто тупо оставил на его гостинице. Ну, там, ну... Я не думал, что ребята будут выносить, но как оказалось, что стерилизаторы, с которыми я буду вылечить на сумму, такая национальность, как французы, они требуют. Может быть, это какое-то негласное правило, но там, если не соответствуешь им требованиям, то они тебя просто вообще пытаются всячески списать сумму. Так что придется прогнуться хорошей, да, мне выдали снова. У меня лежит. А еще новость какая. Оказывается, желтая лихорадка уже делается, у нее 10 лет, она делается пожизненно. Поэтому в следующий раз мы должны будет съездить на Маловского, переставить сей печатать. Все, здорово. Кстати, написано, что анализы принимаю натощак, а я поел. Макдонусе поел, съел дабл фреш Макмаффи, и все, у меня вкладывается. А ты чего радуешься? Просто, чтобы быстро управились. Ты здоров. Ты здоров, а уходишь в проезд. Ты прав. Наконец-то мы доехали. Через заснеженные дороги. Позвони Сашок по громкой связи. Звоню Сашок. До айфон по громкой связи. Ну что, выходите. А ты где? На улице стою. Сейчас вот мигать буду. Видишь? На улице стою. 25 минут же автомат. Сань, вот ты снова шутишь? Ты вообще нормальный человек или нет? Ну в смысле? Ну сейчас мы подъезжаем. Я сейчас вообще уеду, будешь вообще сам ездить. Уеду. Ты обещаешь, что не приеду? То, что-то еду, то не еду. Давай выходи уже. Какой? Ты взялись автобусы? Лена сказала, что вы здесь уже. Ну Лену я подвернусь. Ну молодец. Теперь двоим не буду верить. Ладно, ладно, иди все. Я тебе позвоню, откуда я еду. Вот шутники, а. Как беспредел. Обманывают меня два раза. Сань, шутки затянулись. А что ты меня не пускал? Сань, ты французский учишь? Нет. Будь жутко так. Жене манш пасте жуй, жмапель саша. Камон тополь тю, камон сава. А, да не весело. Ну расскажи что-нибудь, как поездка в Одессу. Так как, как обычно. Медкомиссию прошел, не то что я. А я в середине апреля, до чего тот же пароход. Ждут меня. А то беспредел вообще, конечно, что-то там эти деды, капитаны. Ну, самое неприятное, это то, что как я работал с этими европейцами, на обед, на ужин с капитанчиком. Раз, 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 раз. Это не самое страшное, главное там с людьми как бы в машине контакт наладить. Саня, английский нужен? Теперь французский нужен. Вспоминаю, вспоминаю. Нет, снова нет. Французский нужен. Вспоминаю, ладно, поехали. Следующее включение из аэропорта. А, ну что-то ты. Я сегодня записывал серию, как ты возвращался домой. Такой хорошенький, радостный. Вот автобус. С бородой. Все, ладно, хватит. Субтитры сделал DimaTorzok